Главный вопрос перед летними каникулами на сессии ЗСК – корректировка краевого бюджета. Год непростой. После Олимпиады регион должен найти деньги на содержание спортивных объектов и в то же время в полной мере профинансировать все социальные программы. Ведь это приоритет. За семь лет было привлечено рекордное количество инвестиций. Как результат, небывалые темпы роста по всем отраслям экономики. И тем не менее, бюджет этого года напряженный. Увеличение доходной части казны – основная задача, которая стоит перед всеми муниципалитетами. Задача остается прежней. Мы должны развивать нашу экономику и, конечно, развивать темпы, создавать предпосылки, создавать условия для развития и крупного, и мелкого бизнеса. Это наш приоритет, он остается. И это наш потенциал, это наши возможности. И рост экономический, он по итогам этого года примерно составит, я имею в виду, прежде всего по бюджету, порядка 12%. И это еще не вечер, как говорится, мы имеем возможности, имеем резервы. Районы должны максимально оптимизировать свои расходы. Правда, краевые власти делают существенную поправку. Экономить на социальной сфере никто не собирается. По-прежнему большая часть бюджетного пирога, а это 70%, будет уходить на здравоохранение, образование и культуру. Более того, финансирование 17 программ увеличится на миллиард с лишним рублей. Дополнительные средства пойдут на меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов, оплату льготного проезда и питания школьников из многодетных семей. Муниципалитеты получат деньги на благоустройство территорий. Дополнительно выделяется 690 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, а также на программу Краснодару «Столичный облик» в объеме 328 миллионов. На программу развития здравоохранения дополнительно выделяется 100 миллионов рублей, которые будут направлены на строительство и реконструкцию зданий для врачей общей практики. А еще сотни миллионов рублей направят на развитие физкультуры и спорта. Это значит, в крае продолжат строительство бассейнов и спортплощадок. Сфера культуры тоже не останется без поддержки. Сельские библиотеки получат деньги для пополнения своих фондов. Отдельные средства предусмотрены на решение проблем водоснабжения Таманского полуострова и Новороссийска. С учетом финансирования всех этих программ и потребовалось внести изменения в бюджет, которые сегодня депутаты приняли в первом чтении. «Резервы есть. Не случайно мы сегодня увеличили доходы по упрощенной системе налогообложения, потому что здесь мы видим резервы. Кроме этого, мы видим резервы по арендной плате за земли. Почему? Потому что, да, действительно, муниципальное образование в этом вопросе не дорабатывает». Главными локомотивами экономики Кубани остаются агропромышленный комплекс и курортная отрасль. А она уже показала рост в полтора раза. Это несмотря на заявления скептиков, что часть туристов у нашего региона заберет Крым. Посещаемость Сочи увеличилась вдвое. За полгода в Олимпийской столице отдохнуло почти 2 миллиона туристов. В сельском хозяйстве тоже хорошие перспективы. По прогнозам Минсельхоза Кубань соберет в этом году рекордный урожай – не менее 12 миллионов тонн зерновых. От этого тоже во многом зависит наполняемость бюджета. Но и не стоит забывать про крупные проекты. Впереди Формула-1, чемпионат мира по футболу. «Это всё дальнейшее развитие. Это строительство новых дорог, это придорожная вся инфраструктура, это строительство новых предприятий, это опять туризм, это бизнес, это опять новые отчисления, это новые налоги, это пополняемость бюджета». Любые проекты невозможно реализовать без грамотного руководителя. Также и жизнь большого города или села зависит от принятия решений главы. Поэтому сегодня Александр Ткачёв, обращаясь к депутатам, отдельно коснулся темы выборов. В сентябре на Кубани пройдёт 607 избирательных компаний. Жители Сочи и ещё восьми районов края будут выбирать своих глав. И важно, отметил губернатор, чтобы везде была обеспечена прозрачность голосования. А на места в итоге пришли грамотные менеджеры и, самое главное, хозяйственники, для которых решение проблем земляков на первом месте. «Мы прекрасно понимаем огромные резервы, которые есть у нас. Мы понимаем, куда идти вперёд. Мы понимаем тех проблем, которые существуют сегодня. И не только в больших городах, но и в мелких населённых пунктах, которых огромное количество по нашему краю. Ощущение того, что мы говорим на одном языке с людьми, это, на мой взгляд, для людей, живущих там, в больших и малых городах, это очень важно. Мы должны идти в люди. Знаете, есть многие субъекты, где власть вообще боится идти к народу, потому что нечего сказать, не за что отчитаться. И в этом, я думаю, что мы с вами отличаемся. Вот тот тренд, который задал Николай Иванович Кондратенко, вместе с Владимиром Андреевичем, сегодня, мне кажется, что нам удалось это сохранить. И мы это бережём. Доверие людей, отношение людей к власти и наоборот. А в этом, в общем-то, есть залог нашего успеха. Не только нашего личного, вот тех депутатов, больших начальников и так далее, а успехов жителей Пятимиллионной Кувани. Чаще встречаться с населением губернатор призвал всех депутатов ЗСК. Ведь только на месте можно узнать, как живут люди, какие у них проблемы. Власть должна ближе к своему избирателю, уверен и спикер Краевого парламента. И зарабатывать политические очки надо не словами, а реальными делами. Каждый депутат видит свои задачи. Видим, что те усилия, которые принимает исполнительная власть Краснодарского края, вы, как губернатор, органы местного самоуправления, сегодня дают положительные результаты. Мы в обязательном порядке будем ещё активнее включаться в этот процесс для того, чтобы в совместной работе население края ощущало, что власть есть. Рядом вместе мы должны быть всегда. Исполнительная власть, законодательная и население, которое нам доверяет. Мы всегда об этом помним. Летние каникулы для депутатов – лишь небольшая передышка. Впереди не менее напряжённая работа. После отпуска народным избранникам предстоит решать новые задачи. Евгений Вольский, Елена Касабова, Денис Москаленко и Валерий Пятов, 9 канал Краснодар.